Чё есть вариант там потом в фотошопе, чтобы у меня банки больше, чем у него были? У меня мастер Мэнджик, Кюжик и Панкотён. По ноге, короче, он ковырок и головой вниз. Троих оппоненту ногами убрал, короче. Потому что бронзов, чё, плохой боец? Нравится, короче, уже бить по лицу. А если я попаду, я уверен в этом. Даже называть его имя лишний раз не стоит. Кулачка-то не споришь. Я клянулся, я думал, там с ним чё, 50 человек приедет, и меня просто разобьют. Я этот твой держу и сую ему, сую туда. Но мне статью дали. В дальнейшем я вижу, что я, как бы, есть часть хардкора. Друзья, всем привет. Вы на канале Эдуарда Германского. Сегодня у нас в гостях Амхат. Приветствуем тебя. Спасибо, что приехал. Сразу первый вопрос. Сколько лет и где родился? Я хотел бы тыков сказать, ну ладно. Мне 26 лет. Полных. Родом с Казахстана. Город Рудный. Север-Казахстана, Кустановская область. В школе, я так понимаю, учился тоже там? Ну учился в пригороде. Город Рудный, поселок Перцевка. 11 классов отучился? 9 классов отучился, потом колледж. В колледже на кого учился? Не поверишь. Ну говори. Он программист. Да ладно. Сколько лет? Четыре года отучился на программиста. И причем хорошо учился. Один из лучших учеников был. Почему не пошел по профессии работать? Тогда пошел на программиста чисто, чтобы голова работала. У меня нет желания сидеть, работать, короче. Ходить там в 9 утра на работу и вечером опять приходить. Ну, я не люблю режим. Офисная жизнь. Да, это не для меня. Я люблю свободу. После колледжа? После колледжа. После колледжа ничкуда я не пошел. Потому что мировоззрение у меня немножко поменялось в плане образования. На тот момент я уже понял, что образование это готовит людей, которые именно приспосабливают людей к тому, чтобы их работать на кого-то. А я для себя уже когда качал колледж, знал, что если ты будешь, работать на кого-то, ты никогда не разбогатеешь. А я считаю, что нужно от жизни получить все. В армии служил? Нет. Там вообще отдельная история. Если интересно, могу рассказать. Если ее можно рассказать на камеру, то мы будем рады. Ну, ситуация была такая, что там как бы в медкомиссию, когда проходишь, короче, нужно определенные там инстанции проходить, медиков, суда, короче. Внешний вид, там должны быть шорты, там без майки, туда-сюда в табличках. Ну, и мне как бы менталитет не позволял, ну, я так как бы воспитан в традициях ислама, мне не позволяет менталитет при взрослых людях, и прямой при женщинах, понимаешь, по уголам ходить. Ну, а я, короче, дал объяснение этому всему. И в итоге, короче, там один врач мне поставил прочерк, психиатр поставил прочерк, короче. Потом хирург тоже, я не стал там процедуру определенно делать, дерматолог тоже мне, короче, прочерк поставил, короче, мне сказали, типа, этот, с головой проблемы, короче, дед сюда. Да ладно, серьезно? Да, и в итоге потом, короче, так получилось, что, ну, меня вот списали в запас. Ну, все, я так и не пошел в армию. Нормально. А что, так можно было, что ли? Во сколько лет начал заниматься спортом, и какой первый вид спорта? Не поверишь, вот именно на тренировке я начал. Первый, куда я пошел, это было еще, когда в школе учился на футбол. Пошел на футбол, и, ну, сам понимаешь, первая тренировка по футболу, хотя бы мяч там во дворе, где в поселке жил, играли, но как-то такой техники, сам понимаешь, никакой не было. В итоге мы пришли, приехали в город на тренировку, начали играть. Меня поставили в защитнику. Типа, как бы, бегать не умеешь, что хотя бы для вида. Ну, я в виде-то вижу, куда я бью на горах. Ну, я им в мяч стрелился, короче. Там человек, который противник играет, одного будет, второго, третьего, короче, четвертый, я тут на защите, короче. Я целился в мяч, а он мяч хитрец в сторону убирает, ногу поставит, я ему по ноге, короче, он ковырок головой вниз. И все, завязалась драка сюда, короче. А так получилось, что это ученик, короче, один из лучших учеников тренера, и там любимчик все дела, короче. И мне тренер сказал, иди сюда, будешь сюда не приходи. И все, так я завязал с футболом. Потом, говорю, окончил школу, и после школы первое, что я сделал, поступил, и первое, что я сделал, пошел искать спортзал. И первое, что мне пришло в голову, что буквально за неделю, две, три до того, как до сентября месяца, летом у нас в Рудном, где вот поступил, проходили соревнования. И там ребята, два пацана, родственники, короче, братья мои выступали. Соревнования по чем? По борьбе. По вольной? По грекоримской. По классике. И я вспомнил, что отец меня поддержать братьев увозил туда, я вспомнил, где-то зал, и пошел туда, пришел, записался к тренеру, и тренера, как раз, что-то не было, когда я пришел, сказали прийти 13 сентября, блин, как сегодня помнят день, для меня это очень значимый день был, если честно, 13 сентября. И пришел я на тренировку 13-го, и начал заниматься Александр Владимирович, хороший тренер. В итоге я занимался у него 5 лет, ну и получается до юношества я боролся у него, молодежку уже у него, и под руководством главного тренера области Матвенко Владимир Петрович был, его уже не стало, сейчас не весна ему. И вот у него я занимался до 2015 года. В 2015 году случилось несчастье, его не стало, и после 2015 года я решил перейти на ММА, ну полностью перейти на ММА. А так с 2013 года я когда узнал, что соревнования по смешке есть, ну чисто по адресу, я ездил на соревнования, занимался борьбой. И все, и в итоге... И выступал на соревнованиях по ММА. Да. И выигрывал. Да. За счет борьбы затягивал. Первое, самое первое соревнование, получается, была такая ситуация, летом, у нашего тренера по борьбе, летом стабильно отпуск был. И так совпало, что отпуск его и сборы по смешке две недели перед соревнованием одно время было. И меня друг позвал туда. У меня баршют туда, и я начал заниматься. Две недели я занимался, поехал на область. Я провел три боя, угадаю, как я их все три выиграл. Чисто по ударке, в стойке борьбы не было. Только перевод можно было и сразу стойка была. Первый бой я выиграл техническим нокаутом, второй бой я выиграл нокдаунами, и третий бой я техническим нокаутом, прям глубоким нокаутом выиграл, прикинь. У меня просто тренер, который именно потом я начал заниматься у этой посмешки, Якименко Александр, вот он сам базовый кикбоксер, и он ноги хорошо ставил. И за две недели он мне поставил ноги так, что я... Троих оппонентов он ногами убрал, короче, досрочно. Ну, получается, у тебя талант к этому есть. Есть такой момент, что по борьбе у меня... Были такие моменты, что я ездил на соревнования и проигрывал, но посмешки, стабильно, даже республиканские, международные, стабильно в треке. По греко-римской борьбе у тебя есть звания какие-то спортивные? Разряд на республике третьим становился, это как бы... КМС был, но я его не получал. Ну, то есть, ты его выигрывал, но просто не получал документы? Потому что я после этого как раз буквально через полгода уже ушел, а там же, по идее, как идет? Подтверждать нам. Подтверждать нам, да. Ну, а я так как ушел, об этом даже не заморачивался. А по ММА есть какие-то звания? Блин, по ММА, я говорю, допустим, позвали, у нас как бы международные... национальный вид спорта есть, я поехал первое соревнование в 2015 году на Республику, стал первым, выполнил Мастер Спорт. Потом, через год или полтора я поехал, короче, в этот... по ММА и МАФ. Там вторым стал. Три боя провел, одним словом, три боя я провел за две минуты в общем. Выиграл досрочно. И решил повыпендриваться, так сказать, показать стойку и в итоге пропустил, проиграл. Ну, нокаут-то не было, но нокдаун, не то, что нокдаун, я опрокинулся назад и только что любительские соревнования остановили бой и по ничке я проиграл. И тогда я выполнил Мастер Спорта по ММА и буквально... А, то есть ты Мастер по ММА? У меня Мастер ММА, Жик, Пежик и Панкратюн. О, мощно. Да, и в прошлом году, вот буквально перед ковидом, в марте месяце мне тренер областной звонит, так, так, поехали на соревнования. Так, ну, поехали. Поехал на 77, два килограмма не захотел гонять, пошел на 84, там вторым стал. Потом, на следующий день было, а, элит был и традиционал. На традиционал я стал вторым и на следующий день, думаю, на элит тоже подерусь и пошел на 92, там вторым стал. Жесть. Ну, короче, на лучшую смешку получалось. Ты по ММА в основном в стойке бои проводил? Нет, я, скажу честно, я не любитель раньше был по лицу бить. Ну, именно не было такого желания кровожадности до сюда. А вот последний год, что-то полтора мне нравится, короче, уже бить по лицу. И, в основном, даже уличные драки я старался по лицу людей не бить. Это вот редкий случай, когда там эмоции зашкаливать, я бил по лицу, потому что стабильно, когда по лицу попадаю, руки большие, тяжелые, и травма была часто. Ну, и переломы, и там сечки вот такие, короче. И поэтому старался не бить по лицу, переводы, забить, задушить. Вот так вот. Мы всегда стабильно... Это окронка вообще была удушающая. Со всему положено, с любого положения душу. Получалось. Ну, а сейчас уже больше нравится ударкой работать. Если у тебя так в ММА хорошо получалось, почему ты вот ушел в кулачку, из-за чего? Я эту историю рассказывал одному человеку, но это тоже расскажу. Буквально перед тем, как я подал заявку в хардкор, у нас в Казахстане соревнований уже никаких не было, ну, из-за ковида. Все под запретом. Уже год почти тренировался. Никаких стартов, ничего нет. Ну, уже морально, знаешь, уже надоело. Думал, что делать, куда идти, к чему готовиться, да, сюда. И момент такой, есть один, как бы, религиозный, я с сестрой разговаривал, она говорит, типа, так-так, я знаю определенные молитвы, правильно прочитав, намерение сделать, все мышцы тебя направят на правильный путь. Ну, я попросил, она мне все написала, как правильно делать, объяснила. Я вот, умолился перед сном, проснувшись, зашел в Инстаграм, и первое, что я наткнулся, это были отборы. А я в эти моменты очень сильно верю и вот во всем ищу знаки, знаешь. Решил попробовать. Другу звоню, он буквально за пару дней до этого съемки делал рекламы. Видеооператор, его знаком был. Я говорю, дай мне контакт его, спишемся, сними видео, отправим заявку. Я ему звоню, он сначала говорит, типа, давай завтра, потом перезвонил, давай сегодня в 4 часа. Я говорю, давай, снимаем, пришли в школу бокса, сняли в зал. сняли ролик, я ему говорю, а когда я готова быть? Он говорит, завтра вечером. Время 1 часа вечера в этой же время мне пишут, я уже готовлюсь все. Я говорю, давай скидывай, заливаем в инстаграм. Ну, написал, чтобы поддержку дали ребята, короче, и в итоге поддержка была настолько бешеная, что мне сначала показывали, что хардкор просмотрел, с Ульянов страничка, что в истории видели, и буквально на следующее утро или обед мне пацан со столицы скидываю, скрин, вот так посмотрели, смотри, короче. Хардкор в главной страничке приглашение залетая на второй сезон. Я только думаю, ну, значит, все так должно было. Сутки, грубо говоря, прошли. За сутки, братан, мне потом пацаны писали, сказали, там с разных городов, типа, как так, полгода заявки отправляли, даже не читаю, типа, я попал туда. Ну, я понял, что, значит, так надо было быть. Но, тем не менее, контракт хардкора не запрещает выступать, там, по ММА, не по имам. Тем более, открылся хардкор ММА. Есть какие-то амбиции еще туда залететь? За двумя побежишь, ни одного не поймаешь. В общем, нацелен. Сначала одно, потом другое, я не вспомнил, Ну, пока, ну, знаешь, как карта сейчас легла, отборы, когда были, я проиграл, но в итоге у меня был вариант, предложение, даже не вариант, мне предложили остаться в гран-при. В итоге, в 1-16 я попал, все отлично, ну, закончил, бой выиграл, и сейчас 1-8. С кем у тебя сейчас бой? Хантер, Ильнар, Ильнар, Татарин, нет, не Баунти Хантер, нет, просто Хантер, у Ханзата, брат. Это просто Хантер, рэкбист, который, он регби занимается. Да-да-да-да-да-да-да. Как его оцениваешь, как бойца? Как бойца, ну, подвижный, техничный, ну, я надеюсь на то, что, даже если он мне попадет, я, ну, точно-точно, я думаю, что если он даже попадет, он не сможет мне рыбануть, ну, именно вырубить, а если он мне не сможет вырубить, я его вырубаю, я так считаю. У него есть шанс меня вырубить, а если я попаду, я его вырубаю, я уверен в этом. Ты думаешь, бой с ним, ну, вот просто вот твои мысли, бой с ним будет тяжелее, чем два твоих предыдущих боя? Ну, мне кажется, не тяжелее, чем с Лендершом. Не тяжелее? Нет, потому что Лендершом более техничный. Как вообще твоя медийная, вообще, в принципе, как жизнь изменилась после твоего попадания на хардкор? Ну, сказать честно, значит, медийность, не знаю, но в плане, там, отдыха, в плане, там, общения, проведения времени с друзьями, это все вообще ушло в никуда. Потому что все время тренировать. Утром тренировка, пришел, покушал, поспал, вечером на тренировку пришел, покушал, поспал. Ну, все, и вот просто-напросто, единственное, после каждого боя, неделю я провожу время с друзьями, там, раз в день схожу, легкую тренировку сделаю, такого же, вот неделю я отдыхаю, да, а остальное все время меня пацаны прям потеряли. Пашешь, пашешь, пашешь. Да, уже нет такой свободы, как раньше. А медийно, как вот, на улицах стали больше узнавать, подписчики, да, ребята, ну, много ребят узнают, и даже, допустим, некоторые подходят, просто сфоткаться, некоторые просто подходят, пожелать удачи, там, ну, в таком плане, поддержка, там, бешеная, да, даже у нас в городе, даже в областном центре, я в торговый центр заезжал, там, и даже после первого боя, я был очень сильно удивлен, такой узнаваемости. Ну, чувствуешь на себе какую-то такую особенную, скажем так, ответственность, потому что ты один из первых, именно из Казахстана? Ну, я чувствую огромную ответственность, потому что я, на данный момент, единственный представитель, который дерется в этом гран-при, и проиграть, ну, это будет слишком большая ошибка в моей жизни, и поэтому мне надо давать всего себя, чтобы не проиграть. Помимо вообще спорта, есть какое-то хобби? Ну, может, до сих пор в футбол играешь, или там рисовать любишь, музыка, на гитаре играть, не знаю? Нет, футбол не любитель, единственное, знаешь, когда мы любим футбол играть, это перед тренировком на разминке. Да, мы тоже так делаем. Да, просто у нас тренер очень хорошо в футбол играет, и у нас азарт только, если его команда выиграть, и все, у нас постоянно, у нас, допустим, есть своя, как бы, группа пацанал, которые, ну, постоянно близко, хорошо общаемся, вместе тренируемся, есть тренера команда, и мы постоянно, раз в неделю, там, стабильно на тренировке зарубаемся, там, и на чемпион недели, чемпион дня, такой, дружеский, соревновательный момент есть, и все, а так, на данный момент, ничего, вообще никаких, никаких интересов, ничего, все в спорте, вообще полностью спортом. А читаешь? Читаю в интернете, сами, статьи, и люблю про психологию читать. Какие у тебя, в принципе, амбиции в хардкоре, то есть, понятно, забрать Бэху, стать чемпионом второго сезона, ты дальше хочешь оставаться, то есть, ты хочешь драться дальше, пояс чемпионский? Я, знаешь, скажу, в дальнейшем, я вижу, что я, как бы, есть часть хардкора, понял? Я уверен, в том, что именно с хардкор, в дальнейшем, меня ждет хороший успех. А, есть еще одна ситуация, я ее, если это нигде не рассказал, только близким друзьям рассказывал, интересная история, лет 8-9 назад, я приехал на тренировку, с остановки иду через поле на зал, и идет до встречи, взрослая такая, седая женщина, там лет 70-80, ну, идет так медленно, знаешь, я раз прошел, только возвращаюсь, говорю, может, вам помочь дойти, вам все хорошо, все нормально? Она такая, говорит, нет, все хорошо, ну, человек, типа, иди дальше, свою дорогу доставил, точно, я ухожу, метров 5 прохожу, она такая разогласилась, подожди, я только подбегал, что, помочь? Нет, ты спортом занимаешься? Я говорю, да, не бросай, тебе ждет большое будущее, понял? Я тебе кинулся эти слова, мне вот каждый раз, когда у меня травмы какие-то случаются, я тебе кинулся эти слова, вспоминаю, чтобы не бросать, да, потому что даже когда я занимался борьбой, я сломал ключицу, локти травмировал, колени травмировал, вот здесь ноги ломал, короче, на ММА ноги ломал, руку ломал, и каждый раз, когда травма, даже на лице, перелом лица, лицевой кости, нос, все было, и каждый раз, когда у меня вот тут, и мама всегда думает, что вот после каждой травмы я все брошу, а мне кажется, наоборот, что вот это испытание, его пройдешь, дальше будет легче, его пройдешь, дальше будет легче, потому что если ты начал, то надо до конца идти, отдаваться полностью этому, а если начать и бросить, то зачем начинать? Ну, ты про маму сказал, ответь, как вот родители, родные реагируют на то, что ты участвуешь в кулачных боях? Мама сначала была против, потом первый бой отбился, я ее уговорил, все нормально будет, не переживает, до 100, вот первый бой отбился, и перед, уже когда начал готовиться ко второму бою, мы сидим с мамой, ужинаем, мама такая говорит, почему мне все говорят, что вот я тебя не отговариваю, типа не запрещаю тебе, я же понимаю, что тебе запрещать, ну, как бессмысленно, она такая начинает, я говорю, маму, давай даже не проси, пожалуйста, потому что я знаю, если она будет против, у меня ничего не получится, ну, потому что, если она против, это железно, у меня удачи точно не видать, я ей попросил, давай ты не будешь запрещать, потому что, ну, я объяснил ситуацию, как я к этому пришел, говорю, ну, если бы это не моя дорога была, я бы там не оказался, она такая, ладно, но тогда, говорит, оставь все, и все силы направят туда, чтобы не проигрывать, и вот с этого момента пока что все хорошо идет, теперь маму поддерживать. То есть, можно сказать, еще и смотивировала своими словами. Да, да, потому что, знаешь, у меня бывают моменты, вот я чувствую, что прям вымотанно все, утром просыпаюсь, вот, грубо говоря, неделя с дизой, боя, вот до приезда моего сейчас, был момент, я прям переутомился, прям выжило себя, сейчас жара стояла, тренировки утром, вечером, и там надо было по делам кататься, тоже моменты были личные, я не восстанавливался, я тренер, говорю, тренер, можно завтра утром отдохну, потому что, ну, я уже, у меня уже голова на тренировке болит, ну, это нездравая тема, он, если себя плохо чувствует, что, конечно, отдохнем, я утром лежу, Владимир извинит, мама, бегом на тренировку, я говорю, мне не надо, как не надо, ты что, проиграть хочешь? Я говорю, тренер, он ушел, ладно, тогда спи, и все, так вот. Друзья, ни для кого не секрет, что мы уже очень давно дружим с парнями из своей культуры, еще до того, как это стало мейнстримом, в далеком 2017 году, когда у парней в ассортименте было всего три футболки, а в инстаграме было менее тысячи подписчиков, за это время парни открыли свое производство, уже два раза переехали, так как помещения стали малы, и выпустили очень большую коллекцию различных принтов, туда входят и принты по бодибилдингу, и по пауэрлифтингу, также новая коллекция по единоборствам, еще парни сами отшивают верхнюю одежду, в общем, всю информацию, все новиночки, вы можете найти у них в инстаграме, который сейчас вот здесь высветился, обязательно переходите, подписывайтесь на них, и не забывайте, что если вы укажете промокод германский, то вы получите приятную скидочку, и еще хотелось бы напомнить, что огромный выбор ассортимента у них можно найти на сайте Wildberries, в общем, друзья, все ссылочки мы обязательно оставляем в описании, обязательно подписывайтесь на их инстаграм, и будьте счастливы. Пам-пам! Смотри, этот вопрос я задаю всем участникам второго сезона, отборов, считаешь сам себя фаворитом? Да, как по мне, то здесь вообще фаворитов нет, тут есть везучие и невезучие, в хардкоре, честно. Почему? Потому что Бронсон, что, плохой боец, он выиграл бой, но он не дерется дальше, просто ему удача не улыбнулась, и все. Я не удивлюсь, если даже самым слабым сейчас, кто остался соперником, он станет первым, просто потому, что кто-то может травмироваться, просто вот не его, это и все, но не суждено ему быть первым, и все. И поэтому я считаю, что здесь фаворитов, если брать по техническому арсеналу, уберем в сторону удачу, везение, все тому подобное, тогда я могу техничных выделить, у кого хороший удар, у кого хорошая техника, но именно в плане, что я уверен, что он выиграет, я не могу выделить. А вот так техничных, если интересно, могу выделить. Как по мне, техничные и с хорошим ударом, это Лендуш, Хамзат, сейчас кто у нас остался, в своем весе, я скажу, в своем весе, мне Гор тоже нравится, он тоже техничный, как боец, он мне очень симпатичен, потом, я выделяю из самых техничных, которые по моему мнению, и у кого хороший такой тяжелый удар, Арби мне понравился последнего боя, потому что мой соперник был хорошим, показал очень хороший бой, тем более так как он, ну, тренируется и занимается, с первым чемпионом первого сезона, я думаю, у него тоже, Арсенал хороший, хотя я лично с ним не спарринговался, и не планирую с ним спарринговаться, по определенным личным причинам, но суть в том, что тоже, потом, Кирилл? Это шутка была, друг твой, Кирилл Черняев, который сказал, что рубанете. Кирилл, да завязаный, блин, ни Арсенала, ни техники, как по мне, там, ну, такого нету, чтобы на фантастическом, просто базовый, базовый бокс, ничего большого, и все, и пацану просто удачу улыбнулся, одного убрал, который там с рукой сломанной пришел, второго, который даже не развертку не сделал, полетел и пропустил, и все, так что Кириллу, даже назвать его имя лишний раз не стоит, потом, киргизский, самат, да, техничный, но есть ошибки, которые, из-за которых могут, может проиграть, а вот как техничный, чувствительно хороший боец, как по мне. Кто, по твоему мнению, самый опасный для тебя соперник? Вот именно конкретно для тебя, потому что, насколько я понимаю, вообще, вот, общаясь, тренируясь, смотря, анализируя бои, иногда, если соперник очень опасный, это не значит, что он может быть опасным для всех, он для кого-то может быть неудобный, для меня левши все опасны. Все левши опасны. Да, я левшу очень плохо чувствую, да, вот, ну, с левшами не левшу. А Хамзат у нас как раз левша, по-моему, если я не ошибаюсь. Хамзат, мы с Халкнатом не соперник, это однозначно. Если у вас ведет турнирная сетка, вы не будете драться? Нет. Серьезно? Да, железно-то что-то. То есть, если вы дойдете до финала, это как у Язида будет с Лендрушем? Не знаю, ну, я железно себе могу сказать, что я бы не стал бы с ним драться, это железно. У нас какой-то второй сезон, странный получается. Да, конечно, по набирамиду, это как бы, ребят, которые, ну, как сказать, каким-то узами, братскими связаны, и так получается, картина как будто бы, ну. Но видишь, тут зрители тоже разделяются 50 на 50, одни говорят, что вы красавчики, потому что, ну, вот есть, да, братское такое, другие говорят, но это же спорт, и вы сюда, зачем вы тогда идете, если вы знаете, что вы можете... Какой спорт? Кулачка. Кулачка, это не спорт. Не спорт? Это, блин, это улица просто на камеру, беззаконно, понял? Улица беззаконно. Как правило же есть. Не красная улица, короче, понял, где заявок, потом не напишешь, что тебе доносовали там, и все. В общем, если вы сойдетесь в финале, ты драться с ним не можешь. У меня вырубить, я тебе говорю. Хотел бы, чтобы случилось так, я знаю, что ты сейчас очень близко общаешься с Лендрушем, вы прям после боя очень близко, тепло стали общаться, но тем не менее, ты бы хотел бы сойти с ним в реванш. Нет. Честно, нет, вообще желание 0. В реванш стоит, так скажу, ты обменешь, это мое слово дороже, потому что если я ему сдал слово, я ему сказал, я ему уже вот сказал, все это, не будет этого, этого без варианта, у меня свое слово как бы не продам, ни за миллион, ни за пять, это уже низко будет. Вот, кстати, о слове я и говорил в этом малому, который у тебя вот в интервью там кричал, что за слова нужно отвечать, если ты станы носишь, будь добрый свои слова отвечать, не говорю гоп, пока не перепрыгнешь. А он уже кричит гоп, хотя еще даже, блин, не зарядился, что прыгать. Но, тем не менее, что это, это желание стать медийным, или все же есть какой-то характер у пацана? Я считаю, что большое желание засветиться, медийность поймать, и все, ничего больше. как я понял, ему это не помогло, как было 2000 подписчиков, так и есть 2000 подписчиков. Потому что, ну, может, дальше там будут такие же, которые, люди, которые могут болтать, и за свои слова не отвечают. Ты знаешь, как у нас часто сейчас, в 21 веке, встречается, духовитый якобы, все, типа, газует туда-сюда, короче, как вот у топора, макс топора же, была ситуация, духовитый, все, короче, а как вещей получили, лилей получили, сразу, давай ему напишем. И вот, вот такие же будут на него подписываться, которые считают, что болтать можно, а потом, когда получишь, то переобуваться. У него даже в комментариях, кто-то ему вопрос, да, если ты не выигрыш, чем будешь делать? Переобузь, говорит. А я же не те, кто переобувается, поэтому. Кого из бойцов первого сезона можешь выделить? Именно, кто дрался в гран-при? Да, да. Кто дрался в гран-при, мне вот, честно, очень вот, как человек, нравится Кирилл Стамброс. Прям нереально у меня к нему уважение. Вот его поведение, его отношение, его разговорная речь, знаешь, ну, достойный уваженный человек. Даже в бою, как он себя ведет, я вот смотрел его бой с Мухаммадом, прям вот наслаждение, честно. Это один из самых моих любимых персонажей первого сезона, кто в гран-при дрался. А так, технично, конечно, чемпион, он как бы, честь чемпион, ну, это глупо спорить. Если станешь чемпионом, хочешь с ним слеснуться, как, ну, типа, под два чемпиона, чисто как спортивный состав. Чисто спортивный интерес, никакого не уважения к нему нету. Чисто братский, ну, чисто бой. Знаешь, вот еще интересно, если бы до того, как приняли твою заявку, уже открылся хардкор ММА, ты подавал бы заявку на хардкор ММА или на кулачку? Нет, на кулачку. Все равно бы на кулачку подавал? Ну, ты говоришь, у меня вот последний год-полтора, именно желание побоканиться, именно крови охватаю. Понял. Немножко в характере, в голове что-то поменялось. Серьезно. Можно за то, что раньше можно было людей бить за то, что они много болтают, и, ну, как бы заявлений не было. А теперь нельзя, и это копится. Я тебя удивлю, у меня была в прошлом году, в августе, ситуация, пацан нагрубил в магазине моего друга, я ему звоню, говорю, дружище, приедь, извинись, он мне начинает по телефону грубить. Я ему говорю, дружище, давай, говорю, подиже сюда, сюда, сам езжай. Я говорю, ладно, позовет, приеду. Я приезжаю, он мне, знаешь, что-то, говорит, я ему, я подъехал, выходи, он говорит, вставай на коленечки, я, может, тебя прощу. Я такой, да ну, ты что, говорю, творишь, про себя думаю. Я клянулся, я думал, там с ним, 50 человек приедет, и меня просто разобьют. Я, короче, а мы с другом вдвоем подъехали, мы, как раз сидели, наверное, на молодежной площадке нашей там. И я ждать не стал, а он мне позвонит, я тут за углом, говорит, подходи сюда. Я пацанов ждать, я пацанам позвоню, говорю, поделите, человек 5 хотя бы, потому что, может, по такому разговору, судя по этому разговору, человек 50 точно сейчас нас ломать будет, короче. Ну, подъезжай, монтировку, короче, биту взяли, вдвоем, короче, подъезжаем, там два пацана стоят. Я даже ничего трогать не стал, машину, машину ухожу, говорю, это кто из вас такой смелый, говорю, ребят? Он такой, я, говорит, а что? Я говорю, ты? Он говорит, да. Я говорю, еще раз, ты, Героня, со мной по телефону ты, Героня, разговаривал? Вот такой, да, а что, говорит? Я, смотрю камеру на магазине, прям вот под камерой стоит, я такой, да, может, ты мне на бабки хочешь раскачать? Нет, не вариант, у меня денег нет тебе платить, говорит, за это. Я говорю, пойдем прогуляемся. Я говорю, за двор его отвожу, короче, где-то там деревья растут, и проездная дорога, ни в магазине, ничего, камеры, ничего нету. И я заглупил, вперед пошел, и он за мной идет. Мы проходим, а он нет, не ударил, сзади идет, метров 30 проходим, и раз по сторонам, разворачиваюсь, говорю, а ты мне сказал? Он говорит, дай ему леща даю, короче, он теряется, и прикинь, как-то подумает, ест вул, и я на адреналии, бам-бум-бам-бум, короче, насылал ему, короче, выронил, а он все равно, прикинь, вот так вот на коленях, вниз закрился, и все равно пытается его перезарядить. Я ствол держу, и сую ему, сую туда, поднимаю, а мне уже, и пацаны, когда уже, со стороны подбегают, я поднимаюсь ему, с ноги в ухо, как дал, короче, он все, и смотрю, у меня вот тут, короче, вот такая торчит, короче, вот сюда попал, полно снизу поднимал, ну все, короче, думаю, я тоже уверен, знаю, со стволом пришел, он заяву по-любому не за это напишет, но не тут-то было. Законодательство у нас, оказывается, поменялось, и по факту, оказывается, дело возбуждает, таки. В итоге, короче, еле как договорились с ним, что он там, претензий не имеет, что я ему все восстановил, от нас сюда, средний вред здоровью. Но бабок все равно пришлось, да, заплатить, получается? Нет, потому что, если бы он этот, то по факту возбудили, ну его тоже, я встречку, мне пришлось бы встречку а у него со стволом был, и очевидцы были, которые это видели, и ему это было неинтересно, в итоге у меня там несколько переломов лицевого костей, контузия того, что я его с ноги пробил, но мне статью дали, ну типа, в досье, короче, типа, я уже как бы привлеченный, понял был, не знаю, это в базу били, не били, но по бумагам, короче, эта ситуация вся была, одним словом. Смотри, ну вот у тебя как раз такой менталитет, что ты не любишь треш-тока, в свою сторону. А у нас просто, там где я живу, там у нас за слова нужно отвечать, если ты за слова не отвечаешь, то лучше не появляться нигде. Тогда вопрос у тебя такой, вот если бы не было треш-тока, вся эта движуха стала бы такая популярная? По большому счету, а что треш-ток? Ну смотри, люди же смотрят, вот как раз есть скандалы, интриги, расследования, когда люди кусаются. Не, ну знаешь, можно треш-ток вести и не только оскорбляя людей. Хабиб же вел треш-ток, он же не оскорблял никого, он доказывал на деле, он грамотно речь толка, но можно вести треш-ток, не говоря маты, не переходя на национальности, понял? Так что я думаю, что это вполне возможно, да, главное, чтобы у человека слова на запас были, правильно выражать свою мысль, и я тебе больше скажу, можно человека грамотно речь оскорбить сильнее, чем матами, понимаешь? Если я на это могу. А почему тогда так на Кирилла отреагировал? Он же по большому счету ничего такого не сказал, просто сказал, что рубанул бы тебя, если бы с тобой дрался. Пацаны, берем интервью этого тигра, который только что сказал очень одну интересную фразу, Кирилл, повтори. Я сказал то, что я бы хотел встретиться с Самхадом и рубануть его, чтобы потом сказать Лендершу, показать Лендершу, что он должен был сделать в этом бою. Нормально. Он же там, ну не оскорблял, маты не говорил. Ну я знаю, что это не так. Ну да, допустим даже. Просто если бы я знал бы, что он мне может вырубить, если он там бешеный, такой боец, глоба, я бы с этим не спорю, я бы сказал, да, базара нет, у него шансы есть. Ну я же знаю, что шансов нет, братан. Если бы были шансы, я тебе клянулся, я ему снова не знаю. Но это же не оскорбительный трешток. Для меня оскорбительный. Ну почему? Вот для меня есть, когда я тебе вырублю, я ему докажу, обратно. Вот я, ты знаешь, у меня такое, как бы воспитание, если мне человек, я никогда живу, у меня нет такой привычки, допустим, если я сильнее кого-то, показывает, если я умнее кого-то, это показывает. Но если мне любой человек, скажет, что он сильнее меня, умнее меня, хитрее меня, я ему обратно это по-любому докажу. Вот у меня такой характер. Но ты же мог просто посмеяться, вообще не реагировать никак, посмеяться. Ты же, ты наоборот, ты его убил, или еще нет. Ты наоборот же показался как взрослый человек, который не поддается эмоции. Одному дашь волю сказать, потом второй дашь и третий дашь себе волю. Понимаешь? Поэтому я считаю, нужно сначала с корня рубить, чтобы потом дерево не росло лучше. Понял. Поэтому такое мне точка зрения. Понял. Ну, она имеет право быть, безусловно. Дружище, спасибо тебе огромное, что ты к нам приехал. Было очень интересно и приятно с тобой пообщаться. Хорошего тебе боя, успехов тебе в бою. Братишки, вот здесь ссылочка. Обязательно подписываемся, обязательно оформляем подписочку. Лайк, комментарий, все как приветствую. Все, да, все как всегда делаем. В общем, бомбите ему директ, желайте удачи в следующем бою. Мы вас благодарим за актив. Если сразу не отвечаю, не ругайся, потому что не всегда получается всем сразу. Ну и как там Толя говорит, покажите ваши активы, вот эти ваши флажки. Да, давайте. Наши покажите. Накидайте в комментариях. Все, любим вас, ценим, крепко обнимаем до хруста. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok